В показаниях было сказано, что он до него домогался, целовал шею. Обвиняемый в педофилии мужчина свел счеты с жизнью в СИЗО. Будет шестая, седьмая, восьмая. Это вы два дня с утра до вечера здесь засыпаете? Да, да, да. Наледные воды угрожают поселку в Тарбогатайском районе. Сегодня мы обсудили ряд конкретных шагов по развитию сотрудничества. Министр здравоохранения России и Монголии Булан-Удэ. Главное за день – нападение на медиков, машина для многодетной семьи и квартиры для сирот. У нас уже несколько лет нету Хельшина. Цены на дрова, нехватка врачей, отток людей. Глава Бурятии ответил на вопросы прибайкальцев. Все говорили, что мы не сможем, что у нас все украдут. Магазин без продавца или проверка на честность. Улан-Удэнки провели необычный эксперимент. Здравствуйте! Вы смотрите новости на ТВ в студии Дарья Белева. Трагедия едва не произошла в одной из школ Закаменского района. Там восьмиклассник пришел на уроки с топором. Об инциденте сообщили в одном из телеграм-каналов. На перемене двое учеников не поделили электронную сигарету. Девятиклассник отобрал ее у восьмиклассника и отказался возвращать. 14-летний подросток откладывать месть не стал. Сходил домой, взял топор и вернулся. К счастью, дальше вахты он не прошел. Охранник задержал парня и вызвал полицию. В самой школе прокомментировали происшествие коротко. По неподтвержденной информации, школьник ранее состоял на учете ПДН. Сейчас правоохранители проводят проверку. Обвиняемый в педофилии мужчина свел счеты с жизнью в СИЗО. Напомним, мужчине выдвинули обвинение в сентябре прошлого года. Инцидент произошел в одной из музыкальных школ Улан-Удэ. Преподавателя обвинили в домогательстве к ученице. Следствие шло полгода. Что случилось? В версиях следствия и родственников разбирался Кирилл Мешков. Выпускник Улан-Удэнского института культуры. Своей жизнью он активно делился на страницах в соцсетях. В профиле почти три тысячи фотографий. Судя по ним, он играл на саксофоне и баяне. Преподавал в музыкальной школе в Сосновом Бару. В сентябре прошлого года в интернете поползли слухи о случае педофилии в одной из детских школ искусства Улан-Удэ. Якобы 65-летний преподаватель предложил показать девочке новый класс, где и начал приставать. Это первое сентября после линейки. Преподаватель в фойе встречает ученицу. Они тепло приветствуют друг друга. Позже он показывает новый ремонт в школе. Ученица следует за учителем в класс. Проходит 45 секунд, и девушка выходит из класса, возвращается в фойе, достает телефон и садится в кресло. Через восемь дней мужчину задержат при выходе из автобуса и обвинят в домогательствах к 11-летней девочке. Директора нет сейчас в школе. А с кем мы можем поговорить из представителей? Представителей никого нет. Только преподаватель и уроки идут. Сегодня эту историю здесь вспоминать не хотят. Учителя спешно закрылись в кабинетах. В музыкальной школе установлены такие двери с ключ-картами, и представители этой музыкальной школы сейчас у нас закрылись. Видимо, боятся с нами разговаривать. Естественно, двери нам никто не открывает. Сказали, комментариев никаких давать не будут. Я отказываюсь от комментариев. Это мое личное право. Правильно? Выйдите, пожалуйста, с учреждения. Местные жители поселка ничего о нем не знают. Говорят, был приезжим, жил в городе. Слышали, слышали, но не знаем. Он жил городской. А, то есть он не здесь жил. Честно, ребята, у меня уже дети взрослые. И то мы через месяц-полтора, наверное, услышали. Как бы у нас такого вообще никогда в городке не было. Так что удивительно. В пресс-службе УФСИН пояснили, ночью 14 февраля подозреваемого нашли без признаков жизни. Первоначальная причина смерти – механическая асфиксия. Многие издания писали, что поводом стало вынесение приговора. Но в пресс-службе Октябрьского суда это опровергли. Вы говорите, что 13-го числа поступило это. Только поступило дело в суд. И рассмотрение, когда запланировано. Ее не запланировано даже. Что случилось в СИЗО, недоумевают и родственники. Тело они так и не увидели. На руках справка о смерти, где указано преднамеренное самоповреждение. Он ничего не рассказывал, так как в письмах это было запрещено. Рассказывать полностью и про ход дела, и про какие-то такие мысли, наверное, что там происходит. Вот только в общих фразах. Что кушает, режим дня. Для родственников обвинение в домогательстве стало шоком. Ведь мужчина посвятил 45 лет воспитанию детей. Работал со школьниками и студентами в школах и музыкальных кружках. Стал заслуженным деятелем культуры России. Но эта история перечеркнула все. В показаниях было сказано, что он до нее домогался, целовал в шею. На 1 сентября. Когда зашли они в свой класс, где отсутствовали 40 с небольшим секунд, 41-42, девочка вышла, покинула этот класс, села также на кресло и продолжала играть в телефон. На что преподаватель дальше пошел по другим учителям, по другим классам смотреть новый ремонт. При биологической экспертизе на рубашках девочки не обнаружено было его следов. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он абсолютно здоровый человек, что он не склонен к педофилии. Как выяснилось со слов родственников, в день смерти к обвиняемому приходил прокурор. Что было на этой встрече неизвестно. А мужчина заканчивает письмо, как обычно. Целую, с Богом. Ни о каком прощальном послании речи нет. Сейчас родственники намерены продолжать судебный процесс и представлять интересы обвиняемого. Ведь иначе его посмертно могут признать виновным. С чем близкие категорически не согласны. Другим темам наледные воды угрожают поселку в Тарбогатайском районе. Два дня назад вода вышла из берегов реки Воровка в поселке Николаевский и подступила к дворам домов. Сейчас на месте активно ведется ликвидация последствий. Тему продолжит Мариам Восконян. Спасибо. Ужас. Как здесь? А как здесь теперь ходить? За ночь поднимается, поднимается. Пошла вода через соседа и к нам потекло. Там я сегодня провалился. Мунко Бальжиров живет в поселке Николаевский почти 20 лет. Говорит, что за это время вода не раз поднималась. Особенно сильно последние три года. Дома еще не подтапливало, но на днях под угрозой оказались четыре придомовых территории. Позавчера давануло так все. И у вас здесь тоже везде вода, да, была? Везде вода была. Вот сейчас они там были соседними. Позавчера копали-копали, немного держали. И они вчера начали насыпать все. Представители администрации Торбогатайского района все осмотрели и начали обустраивать водоотводный канал. Вчера сюда уже привезли 12 машин с песком. Последние два дня в поселке Николаевский настолько скользко, что на дорогах можно выполнять пироиды. Здесь сейчас работает сразу несколько единиц техники. Пытаются засыпать песком все улицы, чтобы вода не попала на придомовую территорию. Вот это пятая машина пришла. Пятая будет, что шестая, седьмая, восьмая. Это вы два дня с утра до вечера здесь засыпаете? Да, да, да. Ну, ни один дом не пострадал, да? Да нет, пока все нормально пока. Итого, на защиту домов от воды используют 20 машин песка. Понадобится ли еще подсыпка, пока неизвестно. Ситуация находится на контроле. Мариам Восконян, Царюна Нанзатова, телекомпания АТВ, Торбогатайский район. Полтора года ограничения свободы за трех сбитых человек. Такой приговор накануне озвучили в советском районном суде Улан-Удэ. При этом водитель не имел права садиться за руль из-за болезни. Он периодически мог терять сознание, что и сделал в тот роковой вечер. Все произошло год назад. На улице Смолина 33-летний мужчина на Субару сбил на пешеходном переходе двух девушек 17 и 18 лет, а затем еще одного мужчину на остановке. В итоге одна из пострадавших получила тяжкий вред здоровью. Обвиняемый признал свою вину, раскаялся и частично загладил ущерб. Он покупал лекарство пострадавшей. На приговор повлияло и наличие несовершеннолетних детей. Также его лишили права садиться за руль и обязали выплатить пострадавшей компенсацию в полмиллиона рублей. Арестовали и автомобиль. В суде отметили, что приговор пока не вступил в законную силу. В Улан-Удэ прилетели два министра здравоохранения. Руководители ведомств России и Монголии обсудят развитие взаимодействия двух стран в профильной сфере. Сейчас студенты из Монголии получают образование в России, в том числе и у нас в республике. Подробнее о визите расскажет Дорси Беданов. В Улан-Удэ министр здравоохранения Монголии прилетел по приглашению своего российского коллеги. Сфер для развития сотрудничества много. От обучения монгольских студентов в России и вплоть до получения высокотехнологичных медуслуг в нашей стране. И сегодня мы обсудили ряд конкретных шагов по развитию сотрудничества, по спасению жизни наших пациентов. Были обсуждены вопросы совместной разработки программы по реализации определенных решений в сфере здравоохранения, а также совместная работа по продвижению и внедрению высокотехнологичных аппаратов в Монголию. После заседания министры отправились осматривать объекты здравоохранения. Первой точкой стал медицинский колледж имени Роднаева. В сентябре прошлого года у него появился новый корпус. Сейчас студенты из Монголии получают медобразование в Бурятии. Только в одном байкальском базовом медколледже учатся 25 ребят из Монголии. Обучение проходит на русском языке. Почему вы выбрали обучение в России? Мне нравится Россия. Первого класса учился русский язык и нравится мне. Всего за этот период с 2009 по 2024 год 237 специалистов были подготовлены нами для Монгольской Республики. В настоящее время выпускники нашего колледжа из Монголии работают в различных медицинских организациях Республики Монголия, а также продолжают обучение в высшей школе. Министрам провели экскурсию и рассказали о направлениях обучения. Мы сейчас уделяем большое внимание тактической медицине. Минно-взрывные ранения получили новое оснащение. И вот уже в рамках новых ПГО с сентября у нас прямо в учебный план включен предмет как тактическая медицина. Здесь же они пообщались со студентами. На память министра здравоохранения России, Монголии, Бурятии и глава оставили пожелания. Следующей точкой стал онкологический диспансер. Здесь в 22-м году появился новый хирургический корпус. В здании развернуто 5 клинических отделений. Количество проводимых операций увеличилось с 2,5 до 4,5 тысяч в год. В отделении онкологии ставлено у нас 30 коек. В отделении у нас работают 4 сотрудника, заведующие и врача-админатора. Один врач у нас работает в коллективе, идет облаконный прием, ежемесячно проводится ротация к камеру. Отметим, перед прилетом министра здравоохранения России в Бурятию прилетел большой медицинский десант из Москвы. По поручению Михаила Петровича коллеги прилетели заранее, проверяют какое у нас качество, где нам помочь подсказать, как повысить уровень медицинского обслуживания, качество здравоохранения. Так, чтобы у людей было хорошее здравоохранение, чтобы люди могли уверенно развиваться, двигаться вперед, строить свои планы на жизнь, не обращая внимания на какие-то помехи со стороны здравоохранения. Министры посетили еще ряд объектов. Об итогах визита мы расскажем в следующем выпуске новостей. Должс Себеданов, Баир Дугаров, телекомпания АТВ. Далее небольшая реклама, не переключайтесь. Во второй части выпуска вы увидите. Главное за день нападение на медиков, машина для многодетной семьи и квартиры для сирот. У нас уже несколько лет нету Хершина. Цены на дрова, нехватка врачей, отток людей. Глава Бурятии ответил на вопросы прибайкальцев. Все говорили, что мы не смоложим, что у нас все украдут. Магазин без продавца или проверка на честность. Улан-Уденки провели необычный эксперимент. Продолжаем выпуск. Семена с опасным паразитом обнаружили в продаже в Улан-Удэ. В известных сортах моркови нашли павелику. Если сорняк попадет в землю, он очень быстро распространяется. И бороться с ним практически бесполезно. Павелика снижает урожай растений и качество продукции. Она обвивается вокруг растения хозяина и питается его соками. Больше всего подвержены влиянию павелики свекла, картофель, лен, бахчевые, малина, овес и ячмень. Паразит опасен и для животных. Он вызывает сильное отравление. Зараженный посадочный материал обнаружили специалисты Россельхознадзора в ходе выездного рейда по магазинам Улан-Удэ. Ими были отобраны семена сельскохозяйственных культур для исследования. По результатам экспертизы в пробах моркови, королевы осени и дуняши выявлен опасный карантинный сорняк Павелико. Собственникам зараженной продукции вынесены предостережения. Все факты семян зараженных Павелико сняты с реализации и поддержат оничтожение. Республика Бурятия свободна от злостного сорняка. Но при использовании зараженных семян в подсобных хозяйствах или же в промышленных масштабах ситуация может стать критической. В случае подозрений на купленные семена необходимо обратиться в управление Россельхознадзора. Телефон и адрес вы видите на экране. В Бурятии спасатели освободили годовалого ребенка из запертого дома. За помощью к ним обратилась его мать. Она ненадолго отлучилась во двор, а в этот момент малышка закрылась на крючок. Для того, чтобы открыть дверь, спасатели использовали специальный инструмент. С ребенком все было в порядке. О других темах расскажем в нашей рубрике «Главное за день». Минувшей ночью в Улан-Удэ горел дом на улице Лебедева. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены кровля и гараж. Площадь пожара составила 175 квадратных метров. В тушении были задействованы 23 человека и 6 единиц техники. Жильцы успели самостоятельно эвакуироваться из дома. Никто не пострадал. Пьяный улануденец напал на медиков скорой помощи. Врачи выехали на вызов к женщине, однако на пороге квартиры их встретил ее агрессивный выпивший сожитель. Мужчина набросился на медиков, обвинив их в том, что они слишком долго ехали. Он ударил фельдшера по груди и голове. Сотрудники скорой помощи вызвали наряд Росгвардии и смогли осмотреть женщину. Мужчина доставлен в полицию. В Улан-Удэ модернизируют коммунальные сети и отчистные. В ближайшие два года из городского бюджета запланировано выделить 1,6 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры центра города и 1,7 миллиарда на реконструкцию отчистных правобережных сооружений. Под модернизацию также попадут сети теплоснабжения и водоснабжения. 92 миллиона запланировали на разработку ПСД путепровода в районе стеклозавода и 84 миллиона на ремонт откосов по улицам Ербанова и Барсоева. В Бурятии стартовал прием заявлений от сирот на получение сертификата на жилье. До 15 апреля смогут подать документ две категории граждан-сирот. Лица, чье ранее предоставленное жилье было признано непригодным для проживания, а также граждане, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции. Заявление можно подать в электронном виде через портал Госуслуг, а также лично в Центре социальной поддержки или в МФЦ. Для остальных категорий граждан-сирот прием документов начнется с 1 апреля. Бурятские кикбоксеры завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа. Наши спортсмены представляли республику в двух дисциплинах – в лайтконтакте и поинтфайтинге. Также кикбоксеры получили индивидуальные призы. Дарья Шилопугина – за лучшую технику, а Петр Шагдуров – за волю к победе. Семье с 22 детьми подарили машину. Супруги Сергея и Валентина Гармаевы воспитали двух родных детей, а также 20 приемных. Предприниматели республики и благотворительный фонд «Триумф Добра» решили подарить семье УАЗ «Патриот». Как отметили супруги, подарок стал для них приятной неожиданностью. В Бурятии продолжают борьбу с дефицитом кадров. Особенно остро эта проблема отражается на районах. На днях глава Бурятии посетил Прибайкалье. В разных селах он провел сразу несколько встреч с местными жителями. Помимо нехватки врачей и учителей, обсудили высокие цены на дрова и большой отток населения. Обо всем подробнее без комментариев. Дрова у нас есть, продаются, но по очень баснословным ценам. Достигает машина дров от 13 до 18 тысяч. Запрет заготовки дров в Цези влияет на то, что мы начали и в других районах закупать. То есть и спрос другой, цена другая. Мы сейчас подготовили закон, то есть он первое чтение в Думе прошел. Сейчас еще там толкаем, чтобы вот эти безумные ограничения, которые есть там у нас по правоохранным всем вещам, скорректировать, чтобы хотя бы дрова можно было готовить. Но единственное, это будет только не раньше апреля месяца. Дело в том, что в Нестерово у нас уже несколько лет нету фельдшера. Проблема большая на всю республику. Нет такого, что фельдшер где-то сидит без работы, мы его взять не хотим. Два раза увеличили набор в наши колледжи. Из бюджета выделили деньги, там до 700 довели эти количество мест. Если у вас дети выпускаются, готовы идти на медицинский, готовы с незамечательной стабилизацией, она прямо сейчас выпадет на врача. Готовы помогать, доплачивать за репетитора по биологии и химии. Отток населения колоссальный. Я сам живу в Югова. Людей очень мало. Рабочих мест на данный момент не создается. 2600 человек в год, это студенты уезжают. То есть если убрать студентов, у нас был бы еще приток. Чтобы студентов удержать, чтобы студенты не уезжали, вот строим вот этот кампус. Есть решение президента, 16 с лишним миллиардов рублей стоит кампус. Отпределили льготную систему по налогообложению, как раз для малого бизнеса. Главное, бери людей на работу, берешь людей на работу, все, у тебя сразу льготные налоги. В район, по-моему, в прошлом году порядка 30 миллионов пошло на поддержку по туризму. Там разные гранты на глэмпинги, на оборудование стоянок, крайне заинтересованы, чтобы у нас все районы нормально развивались. Также Алексей Циденов во время визита в Прибайкальский район сообщил о расширении мер поддержки ТОСов. Для них в 2024 году выделят 80 миллионов рублей из республиканского бюджета. Это на 10 миллионов больше, чем в прошлом. ТОСовское движение существует в Бурятии уже 14 лет. Сейчас в Бурятии почти 2500 ТОСов. Один из них – «Золотая рыбка» из Лиственичного. В маленьком селе активисты по инициативе председателя создают условия для досуга детворы. Та часть детей, которая находится у нас здесь, в поселке Лиственичному, как бы нечем заняться. И у меня возникла идея сделать детскую площадку. Сначала я ее чисто игровую сделала. Смех, этот звон, голоса детей, которые радостные такие, на каруселях и здесь катаются, для меня вообще от души. Чуть позже, неподалеку от площадки, обустроили еще и каток. Сейчас у ТОСовцев новая цель. Это невзрачное помещение бывшей столовой вскоре превратится в спортивно-досуговый центр. Материалы для внутренней отделки уже закуплены. Чтобы начать работу, осталось провести электричество. Всем этим ТОСовцы занимаются на грантовые деньги. Но нередко приходится добавлять и свои. В этом году на 10 миллионов рублей увеличится финансирование ТОСов. То есть сейчас подводятся итоги конкурса по итогам прошлого года, 23-го. И вот сейчас будет выплата призовых. Уже сейчас сумма будет на 10 миллионов увеличена. ТОСы у нас молодцы. То есть это горлость нашей республики. В Бурятии продолжает действовать и центр работы с ТОСами. Организация помогает регистрироваться и оформлять грантовые заявки. Магазин без продавца или проверка на честность. Две улан-уденки Божигма и Ирина на протяжении месяца проводили необычный эксперимент. Девушки изготавливают мини-скульптуры и продают их прямо на улицах города. Что из этого получилось, смотрите далее. Совсем недавно мы открыли такой магазинчик. Как вы думаете, есть ли шанс, что ничего не украдут и будут покупать? Да. Верите в людей? Да. Полтора месяца назад сёстры Божигма и Ирина решили провести эксперимент. Назвали его «Магазин без продавца». Строится бизнес девушек на двух составляющих – их трудолюбии и честности улан-уденцев. На нескольких остановках они установили стенды со своими изделиями и номером телефона для перевода оплаты. Началось всё с одного видео в соцсетях. Божигма и Ирина вдохновились, закупили гипс, формы и начали творить. Сейчас в день они могут изготовить около ста скульптур. На данный момент мы сейчас заливаем новую форму. Для этого используется раствор, в котором сначала замешивается вода, потом добавляется к нему гипс. Когда работаешь, неудачных попыток всегда бывает много, но и удачных тоже достаточно. Именно желание творить нечто новое, красивое, помогает именно с преодолением тех трудностей, которые мы видим. Часть формочек или, как их ещё называют, молдов для будущих скульптур девушки делают сами. Ещё часть закупают на маркетплейсах. Формы, которых у нас нет, например, кошки у нас появились, потому что наши клиенты просили. Я учитель начальных классов. Проводим мастер-классы по детским садам по раскрашиванию фигурок. Развивают мелкую моторику. Сейчас девушки хотят расширять бизнес. Уже подобрали производственное помещение и проводят там ремонт. Мы сейчас хотим расширяться вот в этом направлении. Такие вот кирпичики, искусственный камень из гипса. Тоже хотелось бы, потому что востребованы. У нас производителей ВЛАНДА таких нет. Много ли дохода это приносит? Пока нет. Пока немного. Ну, нам нравится. Мы не отчаиваемся. Думаем, что не только будет интересно, но и доходно. Мне вот очень понравилась эта собачка. Мне кажется, она пойдёт со мной. Я не знаю, я не могу на неё насмотреться. Все говорили, что мы не сможем, что у нас всё украдут. Как показала практика, ничего не украли. У нас группа есть, антураж 03 в ВКонтакте, нам туда пишут. В течение какого времени примерно вот всё разбирают? Ну, где-то за день, наверное. Вечером приходим забирать уже. Одна, две, три штучки остаётся. Вот как вам на первый взгляд? Ну, вообще-то, Брайенька. Ты что бы себе взяла? Мне бы взяла вот такую миленькую. Вот это взяла? Ну, давай. А зайчика не хочешь? Вот он, зайчик. Да, вот этого зайчика. За полтора месяца девушки продали более тысячи скульптур. Как показал эксперимент, город полон добросовестных людей. Герой нашего времени не просто персонаж из произведения Лермонтова. На сегодняшний день эта фраза стала крылатой. Героями называют людей, которые вдохновляют своим примером и вызывают восхищение. Они могут быть даже среди нас. Кого считают героями наши горожане, узнаете в рубрике «Улану де лайф». Кого считаете героями нашего времени? Героями нашего времени? Врачи, наверное, которые на СВО. Лизка так сразу не ответишь. Ну, врачи, я считаю, врачи. С точки зрения, кто больше помогает, типа, народу, полиции. Линьский моряк, который погиб, я его. Ну, а удар как Садзинжапов. А удар Садзинжапов. Мы знаем нам Желтлаева, Базарова всех, и артиста знаем. Хочу, как мой дипломный руководитель быть. Вообще, очень крутая женщина, преподает у всех. Путин, потому что за все время появилось очень много дорог, благодаря ему, школы, садики. Мне кажется, бойцы на СВО, наверное. Которые сейчас там находятся. Ну, это мое личное мнение. Ну, у меня тоже родители, например, отец мой. У нас было пятеро в семье. Он все для нас делал. Все для детей тоже герой считает. И мама тоже героиня. И пятерых воспитала нас. На сегодня это все. Больше новостей вы всегда найдете в соцсетях АТВ. На экране QR-код для перехода в наш телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь. С вами была Дарья Белева. Хороших выходных. До встречи в эфире. Мы УЛАНДЕС «Стальмост» приглашаем в наш большой и дружный коллектив активных, перспективных и ответственных сотрудников. Мы предлагаем вам официальное трудоустройство, нормированный рабочий график. А также конкурентную заработную плату, программы профессиональной переподготовки, повышение квалификации и наставничества. Организацию проезда в трех направлениях на дежурном автобусе. Предоставляем дополнительный отпуск в зависимости от условий труда и страхования всех наших сотрудников. А также приглашаем студентов для прохождения практики на предприятии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова